Цыплят по осени считают аттестаты сразу после ЕГЭ. Нехитрой калькуляцией занялось Министерство образования Кубани. И вот выпускники дождались результатов. Заветную сотню в нашем районе получили три выпускника. Одна из них – выпускница Анастасиевской школы. Она рассказала нашим корреспондентам о секретах успешной сдачи экзамена. Совсем не ожидала такой высокой оценки. Искренне удивляется ученица школы номер 25 станиц Анастасиевской Наталья Игнатенко. Гуманитарные науки ей всегда давались легко. Сто баллов она набрала по русскому языку. Конечно, в мечтах было получить такой результат. Было очень неожиданно. Готовилась, конечно, усердно все два года за учебниками, за тетрадками. Очень много читали классической литературы, русской, зарубежной. Заслуга, конечно, не только моя, но и родители, моего классного руководителя по совместительству учителя русского языка и литературы, малышка Татьяны Ивановны. Очень большой вклад внесла она. Девушка признается, что было нелегко. Но думать о трудностях не было времени. Все занимала учеба. В то время, когда Наташа писала экзамен, за нее волновались родители и другие родственники. А вот ее классный руководитель и по совместительству преподаватель русского языка Татьяна Малышка была уверена в силах своей ученицы. Эмоции, которые охватывали Наташу, меня, их передать невозможно. Это чувство радости. В первую очередь, наверное, даже счастье учительское в том и состоит, когда ученик достигает тех высот, на которые, собственно, ты надеялся. И я думаю, что тот принцип, под которым она жила и по которому я, собственно, работаю, он звучит так. Вижу цель, не вижу никаких препятствий. Достижение намечено. Наталья долго готовилась к экзаменам. В буквальном смысле днями и ночами сидела в обнимку с книгами и учебниками. Но на экзамене поняла. Знание – основа, но результат зависит и от удачи. Очень важно, какие задания попадутся на ЕГЭ. Вот и весь секрет успеха. А самое главное, признается выпускница, немаловажную роль в успешной сдаче экзамена играет поддержка родных и преподавателей. Когда чувствуешь, что в тебя верят, тогда все получается не просто хорошо, а на все сто.